МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большие заслуги спортсменов не стоят. Совсем недавно исполнилось 30 лет, как наш земляк и борец Борис Будаев стал чемпионом мира. Во всех регионах такие праздники отмечаются прилюдно. У нас прошло тихо, мирно и совсем без такого освещения. Во многих регионах, когда человек-борец становится чемпионом мира, устанавливают памятники при жизни, потому что это достижение мирового уровня. Этим можно и нужно гордиться. На это надо воспитывать нашу молодежь. Что мы видим у нас? В Дагестане есть аллея борцов великих. Поддержал Манханова и Игорь Марковец, однако отметил, что вопрос требует детального рассмотрения. Вот этот вопрос давно рассматривался по созданию такой аллеи, выдающейся людей, внес большой вклад в развитие спорта в Республике Бурятия. Если бы у нас сейчас к чемпионату мира такая аллея была, на ФСК в свое время она планировалась, как бы здорово было сейчас, когда спортсмены из 75 стран, которые сейчас приедут к нам в Республику, шли бы, смотрели и видели, какое отношение здесь, в Республике Бурятия, идет к выдающимся людям, кто внес большой вклад в развитие спорта. Это должны быть люди с разных видов спорта, с различных видов спорта, которые на самом деле многолетним, большим трудом, такие, как и заслуженные журналисты, как вот Борис Васильевич Мироманов. То есть это было бы, конечно, такое очень серьезное, красивое лицо нашей Республики Бурятия. Далее народные избранники заслушали решение суда по делу отставки Мунко Буинтуева. Его признали виновным в контрабанде леса в Китай. Приговором суда Буинтуев признали виновным в том, что он, являясь генеральным директором и единственным учредителем ООО «Байкал-Лес», в период времени с 28 апреля по 18 июля 2014 года, путем недостоверного декларирования, осуществил незаконный вывоз с таможенной территории пилом материалах воинопород Китайской Народной Республики, общей стоимостью более 6,5 миллионов рублей. Согласно части второго примещения в статье 226 УК, крупным размером стратегически важных ресурсов признается их стоимость, превышающая 1 миллион рублей. Кроме того, осуществив экспорт вышоказа пиломатериалов, Буинтуев не выполнил обязанности по репутации денежных средств по внешнему торговому контракту на сумму более 19 миллионов рублей, то есть в достаточно крупном размере. Буинтуев, 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 Александр Асурдин. По части 1 статьи 193 УК РФ штрафа в размере 250 тысяч рублей. На основании статьи 78 УК РФ он однозначен наказанием освободен в связи с течением срока давности. Буинтуева приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно. В Бурятии создадут специальный жилищный фонд для детей-сирот. Эта тема вызвала живую дискуссию. Особенно выделение ипотечной корпорации Бурятии почти 30 миллионов рублей. Я вообще считаю, что концептуально неправильно поставленный вопрос. Как возникает эта проблема, обязательно нужно сделать так, чтобы какой-то государственный орган решал или государственный корпорация решал вообще. Я думаю, что в плане развития среднего и малого бизнеса надо было заинтересовать этот бизнес. Отделка квартир – это не дело корпорации, это дело малого и среднего бизнеса. Возможно, добавить какие-то дополнительные деньги, субсидии, заинтересовать, чтобы малый и средний бизнес занялся этим, а не чередная корпорация, которая и так живет неплохо, занималась бы детьми-сиротами вообще. Конечно, сейчас все пройдет, мы только зайдем на то, чтобы дети-сироты получили свое жилье, но методика подхода, она, конечно, в корне неправильна. Это значит, что есть вопрос, надо просто закидать вопрос деньгами для того, чтобы он решился. А нужно грамотно подойти и, возможно, требовать как можно сильнее потом с Министерства строительства, чтобы они смотрели и принимали эти квартиры, чем просто брать и кучу денег отдавать какой-то государственной корпорации, которую, само собой, деньги легко и неэффективно потратят. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я хочу напомнить, что этот вопрос на мне очередной сессии обсуждался, я имею в виду ипотечную, про эту корпорацию. И ни один частник, никто не зайдет туда, на этот бизнес, потому что там пять лет надо содержать квартиру и ремонт делать, учитывая особую категорию квартиросъемщиков, поэтому и правительство пошло по такому пути. Предлагаю дискуссию, прекратите поддержать данный законопроект. Следующий вопрос, который затронули, это продолжение темы «Жилье детям-сиротам». Федерация желает наделить органы местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, то есть обеспечивать жилплощадью будут муниципалитеты. Принятие законопроекта позволяет и позволит обеспечить эффективность управления жилищным фондом, надлежащую эксплуатацию коммунальной инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. Важно отметить, что передача жилых помещений, имеющихся в спецжилфонда, будет осуществляться на основании решения о передаче жилья со стороны правительства Республики Бурятия и решения уполномоченного органа местного самоуправления о приеме жилого помещения в муниципальную собственность. Непригодное для проживания жилье органа местного самоуправления будет передаваться только после приведения его в соответствие. Для осуществления передаваемых полномочий в проекте закона предусмотрены расходы из республиканского бюджета на администрирование в размере 9,2 миллионов рублей и включают 7,3 миллиона, это на 17,6 ставок по сравнению с первым вариантом. Мы увеличили ставки на 10 ставок, на материальные затраты на специалистов, на содержание для заключения договора найма 411 тысяч, на взносы на капремонт, не на первичном рынке, на вторичном рынке, на сумму 458,3 тысяч рублей. Проект поддержан правительством Республики Бурятия, рассмотрено заседание комитетов народного хурала и поддержан в основном депутатами в первом чтении. Законопроект вызвал вопросы у некоторых депутатов. С самого начала, со дня, как закон ввели, муниципалитеты стояли в стороне. А вообще это государственные полномочия. Государство обеспечивает жильем детей и стерев. А сегодня вот стал вопрос действительно по муниципалитетам. Вы же понимаем, вопросы водоснабжения, теплоснабжения, от них никто не уходил, но поскольку полномочия были записаны на Министерство социальной защиты, на Министерство строительства и ЖКХ и так далее. Но сегодня в какой-то мере, я еще раз говорю, вопросы будут очень сложные. Главы вообще, честно говоря, я со многими разговаривал, они не хотят. Но нас заставили, надавили. Вообще надо было задуматься. В скольких субъектах, вот такая практика уже принята. И есть лучше в практике субъектов России, где мы изучали, вы изучали, лучше, что люди нашли подходы от других субъектов, Подмосковья и так далее. Поэтому я хотел бы узнать, где лучше и где такая практика доказала жизненность. Вот это интересует меня. Спасибо. Хорошо. Спасибо, Илья Розенцович. Просто я хотела сказать, что когда мы с вами были главами, мы решали вопросы, независимо от формы собственности, да, лишь бы людям было хорошо на месте, на местах проживания. Значит, на сегодня из 82 субъектов Российской Федерации 55 субъектов уже лет 5 назад передали полномочия на уровень муниципалитета. Для чего? Для того, чтобы оперативно, быстро и качественно реагировать на все вопросы, которые возникают в этом спиджилфонде. У меня 7 специалистов, на всю республику они не наездятся. А мы передаем сегодня, просто оторвали счет себя 10 единиц, это учреждение, семья, и передали муниципалитетам для того, чтобы они на местах регулировали все эти вопросы. Заключали договора. У нас в каждом муниципалитете есть отдел жилья. Правильно? База формируется, детей-сирот тоже в муниципалитете. А мы с ними просто потом уже их соотносим в единый сводный список. Поэтому здесь вот какой-то такой большой глобальной проблемы я не вижу, например. Это будет, наоборот, более качественно и более эффективно. И тоже вопрос инфраструктурного порядка, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Это же можно быстро и качественно. Мы почему-то сирот отделяем с вами от всех жителей республики Бурятия. Это нельзя делать. Это наши жители. Поэтому, как главы работали на месте... Вот Селингинский район, он всегда без проблем реагирует. Другие районы тоже. Есть у нас районы, которые просто не хотели этим вопросом заниматься. Мы получили с вами коллапс. Вот и все. Я думаю, что это будет более качественное отношение к нашим подопечным. В итоге законопроект приняли в первом чтении. Поправки и доработки ко второму будут внесены. Еще одна важная тема, которую затронули депутаты, это деятельность такси. Вопросы вызвали решение о необязательном желтом цвете. Сегодня большинство городских таксистов отдают лицензии и уходят в тень. Сегодня мы не говорим об отмене желтого цвета. Но это вынудило наших в городе предпринимателей уйти. Мы их отправили в тень. Они сегодня пытаются отдать свои лицензии. Они уже машины простаивают. Сегодня такая сложная ситуация, конечно. Да, в районах результат есть после отмены желтого цвета. Но в городе, конечно, очень плохо все. К тому же встали и вопросы о санитарных нормах автомобилей таксистов. Кто у нас отвечает за санитарное состояние такси, которое приходит по вызову? Я почему задаю такой вопрос? Ну, неоднократно пыталась выяснить это. Не смогла. Единственное, что мне порекомендовали диспетчеры, которые принимают заказ при вызове такси, указывать, чтобы приходила машина с чистым салоном. Ну, то есть, понимаете, да? Рекомендация, может быть, она, конечно, и хорошая, но, наверное, это неправильно. Вот мне бы хотелось знать, кто у нас все-таки отвечает за чистоту в машине и за техническое состояние автомобиля. Потому что что желтое, что оно зеленое пришло, оно одинаково приходит, безобразное. Поэтому вот очень хотелось бы знать. Конечно, отвечает собственник или перевозчик, который занимается этой деятельностью. Но на сегодня у нас нет нормального госрегулирования, о чем мы говорим. Нет этого еще принятого федерального закона, государственного регулирования. Поэтому наши агрегаторы, службы такси, Максим, Везет, Яндекс и так далее, они на сегодня имеют полное право на любого размещать заказ. То ли легальный перевозчик, то ли нелегальный. И поэтому у нас очень трудно отследить и кого-то привлечь к ответственности. Но я уже говорил, по ИП Жданову, 213 единиц автотранспорта, масса замечаний к нему. Когда вышли с выездной проверкой, не проводятся предрейсовые медицинские осмотры, не проводятся предрейсы, в общем-то, осмотры технического состояния, протоколы путевки, так сказать, не оформляются. Масса нарушений по любому пункту. У него, кроме офиса, стола и ручки ничего нет. И тем не менее, мы не смогли доказать нашему арбитарному суду, что он не имеет права эту деятельность в числе. В том числе масса нареканий было именно по чистоте в салонах. На сегодня нет такого федерального закона, чтобы каким-то образом с этого рынка убрать и удалить нелегальных перевозчиков, а всех, кто легализовался, держать под жестким контролем. В итоге проблему с таксопарками не решить на месте. Поможет только законопроект на федеральном уровне. Такие вопросы сегодня решали народные избранники на очередной сессии Народного хурала. А с вами был Баир Цедыпов. Увидимся на Телекоме. Субтитры создавал DimaTorzok